Григорий Николаевич Некрасов в родной Сочи вернулся спустя 74 года. О доставке останков бойца домой позаботились сотрудники Кубани-Нерго. Ведь до призыва на фронт Некрасов был дизелистом горэлектростанции. Сегодня он удостоен не только почетного звания «Молодое имя города», но и номинирован на звание «Молодое имя Кубани». Конечно, очень много сделали молодые сотрудники сочинских электросетей компании Кубани-Нерго, чтобы останки эти были доставлены в Сочи. Эта траурная церемония превратилась, стала в общегородской. Пришло очень много людей. Мы сами были тронуты до слез буквально. Конечно, очень приятно осознавать, что в нашей организации работал такой замечательный человек, один из сочинцев, который был призван на фронт и пал смертью храпок. Тогда в 41-м из 70-тысячного Сочи на фронт ушло 20 тысяч человек, среди которых и был Григорий Некрасов. Сегодня среди ветеранов еще один сочинский энергетик – Алексей Николаевич Николаев. Ему уже 95. Я очень горжусь и очень мне повезло, во-первых, работать в такой хорошей организации, как в «Электросети», и с такими людьми, как погибших, обязательно таких людей нужно чествовать. Нам нужно не забывать их, ну и равняться по нему и быть такими, как он был. Имя Григория Некрасова номинировали по итогам социологического опроса. Выдвинуть к кандидатуру красноармейца на звание «Молодое имя Кубани» решили сами молодые сочинцы. Когда мы получили запрос о поиске его родственников, к сожалению, на первом этапе нам не удалось найти родственников. И мы очень благодарны сочинским электросетям. Они активно подключились к поисковой работе, совместно выезжали в город Сыродвинск. Помимо бойца Некрасова и двух героев Советского Союза номинантами «Молодое имя Кубани» стали и самые известные на сегодняшний день юные горожане. Елена Веснина, Данил Плужников – юное дарование с уникальным голосом Гера Арестова, покорившая проект «Синяя птица», танцор Евгений Смирнов и Елизавета Радченко – самая молодая учительница живописи. Свои дипломы ребята получили лично, а вот ушедших из жизни представляли близкие, родственники и коллеги. Памятный символ «Молодое имя Кубани» был вручен представителям «Кубани-Нерго». Такое решение организаторы приняли, учитывая большой вклад компании в увековечивание памяти о подвиге героя энергетика.